Сон, короче, до стар видел, сон. Сплю, короче, и сон такой, что я иду по какому-то городу незнакомый, явно не Казахстан, точно не Сарканд, не Алмата, иду, короче, только думаю, это что, Кёльн или Ганновер, какой-то немецкий город, и просып, думаю, это же евро, это же Казахстан на евро. Какой был сон, как я там сразу, гурт, 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 пусть сон станет явью. Всем привет, меня зовут Петр Воликов, вы смотрите Спорт Шрёдингера, и у нас выпуск Арине, про что еще может быть выпуск сегодня, про футбол. Сборная Казахстана одержала шестую победу в отборочном цикле, и в последнем туре будет биться за прямую путевку на евро 20-24, там где Мбапе, Шмапе, Вауате, Вау-Вау-Ва, 24 команды, и там может быть наш флаг. Так, это сказка. Да, вы все правильно поняли, на кону в следующем матче путевка на чемпионат Европы. А сейчас я подробно разберу матч Сан-Марина, где у нас героем стал Ислам Чесноков, а еще один гол забил Аба Аймбетов. Еще обсудим ситуацию в таблице и наш шанс на дрим, на мечту. Доброе утро, приятного аппетита, кеты. Не секрет, что Сан-Марина любительская сборная, их игроки совмещают футбол с обычной работой. Не уверен, что прям вот моя собственная любительская команда продержится против Сан-Марина, зато я знаю, кто бы мог уже сейчас победить Сан-Марина. Ну и будет радовать нас победами через несколько лет. Осенью завершился первый сезон юношеской лиги Freedom QJ League, где наши перспективные игроки набираются опыта перед профессиональным футболом и разыгрывают путевку в юношескую лигу чемпионов УИФА. По итогам сезона QJ League составили символическую сборную вратарь Саятхан Кусаинов, сделал лучший сейв года и уже знаком с Игорем Шацким. В защите Алихан Исраила вполне может пойти по пути другого кайратовца Нуралы Алипа. А Рустам Жанхаев и Тимур Курбанов свои 17 уже играют за сборную до 19 лет. В полузащите лично я уже запомнил Максима Холода и не только из-за необычной фамилии. Один Мухаммед Рустемулэ привлек меня финтами в стиле Неймара. Еще в полузащите есть Расул Жумабай и Мирам Кикбаев. Атака у этой символической сборной вообще такая, что за этими пацанами точно надо следить уже сейчас. У Яросыла Сарсимбая, Рамазана Багдада и Димаша Серикулэ двухзначное количество голов за сезон. Рамазан стал лучшим бомбардиром, а Димаша признали самым ценным игроком. Он, кстати, из Тараза. Ну а за будущими звездами нашего футбола можно следить в соцсетях QJ League. Ссылка на инстаграм и ютуб. Лиги есть в описании. Итак, мы победили Санмарино со счетом 3-1. Не фонтан, конечно, и не фейерверк, чтобы... Вот так, да? Тяжело было. Игры вообще нахуй не было. Я что, про сборную Коста так сказал? Я сказал про сборную Коста. Ну так и есть. Игры не было, и здесь не вина Адеева. Дальше скажем почему. Счет явно скромный, учитывая ожидания. Ну и статус соперника Санмарино занимает последнее 208 место в рейтинге FIFA. А еще там действительно игроки и даже тренер работает на обычных работах. Есть механик по металлу, графический дизайнер, работники заводов по ювелирке и детскими игрушками. Офисный сотрудник Федерации футбола на воротах, работник транспортной компании. Даже главный тренер и тот параллельно работает в мебельной компании. У Магомеда Адеева была максимально сложная задача. Заставить своих игроков избежать недооценки. Плюс свои кадры и проблемы тоже были. На оба матча выбили Асхат Тагаберген и Бахтиор Зайнудинов. Из-за перебора желтых не играли Максим Самородов и Исламбек Куат. А Нуралы Алиб находится на грани. Мог бы не сыграть в Словении, получи желтую карточку Санмарино. Слишком высокий риск с нашим дефицитом. Поэтому Алиб вообще не попал в заявку. Сидел на трибунах вместе с Асхой. Асхой еще с костылями сидел там, да? До сих пор, прикинь. Насколько тяжелый травм получил. Стартовый состав удивил, но не сказать, что прям сильно удивил. Потому что Адеев предупреждал, у нас травмы. У нас дисквалификации, поэтому нужно будет выпускать вот тех, кто есть, да? Получился микс из тех, кто обычно выходит с первых минут. И из тех, кто выходит на замену. Плюс один неопытный игрок и абсолютный новичок сборной. Санмарино за сборную дебютировал Александр Зуев, воспитанник Табола, который 10 лет назад в составе юношеской сборной России выигрывал чемпионат Европы для 17-летних игроков. Из железной основы в нашем составе были Игорь Шацкий, Александр Марочкин, Марат Быстров, Рамазан Оразов и Аббата Имбетов. Ну и можно уже от Богдата Каирова тоже называть железобетонным игроком основы. Шац и Марочкин, кстати, в этом отборочном цикле сыграли абсолютно все матчи без замены. Все машины. Вот они два. Вот такие наши. Матч начался на нормальных таких скоростях, абсолютно без разведки. Но были не моменты, а сумбур. Я думал, что все успокоится после гола. В этот раз мы даже довольно быстро его забили. Это Ислан Чесноков познакомил. Всех со своей шикарной левой под перекладин. Бяу! Я думал, что сейчас там дырка в сетке будет. Как пробил, да? Бенедитиня вратарь, смотри, вот вроде в Сан-Марин играет. Самая худшая сборная в мире. Да? Официально. Воротчик. У каждой такой сборной думает, наверное, дыра. Но он, посмотри, в порядке. Он хорош. Ну реально. Я вот не удивлюсь, если бы, ну точнее я уверен, условно там в Хозлжаре он явно не затеряется. Реально хорош. В этой атаке все здорово сыграли. И Абзал Бесебеков, который разогнал ее, и Тимур Досмагомбетов, и Александр Зуев, чей удар навел Шороху. И Аббат, из-за которого возник хаус среди сан-Маринских защитников. Мне, как и вам, хотелось, чтобы в первом тайме мы забили еще раз, чтобы совсем вот успокоиться. Но развить успех мы не смогли. Еще обидно, потому что у Сан-Марина в первом тайме и моментов-то вообще не было. Второй тайм вообще начался для нас очень уверенно. Уже на 50-й минуте сделали 2-0. И тут можно аплодировать и Сергею Малому за ассист Тилибанучи, и Исламу Чеснокову за его бильярный удар с левой ноги. Как пробил. Ислам, машина ты, братан. Как? Мы не только же радуемся победами, да? У нас же какие-то новые пацаны появляют все время. До этого, говорит, Макса Саморода вообще не знали, он появился. Думаю, вот машина. Сейчас теперь Чесноков весь матч, как он здорово отыграл. Базару нет. На самом деле, вот после наших слов, знаешь, кто будет не совсем доволен? Серега Малый. Скажет, что они накидывают? Какой ассист я сделал? Я просто вот вперед постоянно шмалял, шмалял, шмалял. И там Чесноков зацепился. Серега тоже хорош. Правильно выбивать тоже надо уметь. Он выбивая попал в Ислама. И Чесноков обратно пробил. А? Малый. Повзрослел. Если что, это был первый матч Ислама в основе сборной. И всего третья его игра. В сентябре он выходил против Финляндии дома. В октябре против Дании в гостях. С Данией, кстати, здорово вышел. Исламу всего 23 года. В минувшем сезоне он впервые в карьере сыграл в казахстанской премьер-лиге. Стал одним из лидеров Табола. Пошумел в лиге конференции. И стал героем Кубка Казахстана. Навсегда в истории Кустанайского клуба. Его элегантный гол в ворота Базеля. И победная банка против Ордабаса. Ну а вообще Ислам воспитанник Усть-Каменогорска. Начинал он в родном Алтае из первой лиги. А потом вместо скамейки какого-нибудь клуба КПЛ уехал в Беларусь. Где помог Белшине сначала выйти в высшую лигу. А затем удержаться. Возможно, этой зимой Чесноков снова уедет за пределы Казахстана. Но уже в лигу уровнем выше, чем, например, чемпионат Белоруссии. Прошлой зимой он ездил на просмотр в Грозненский Ахмат. Ну там мы знаем, кто договорился. Мара сказал, Ислам, поехали в Ахмат. Просто мне нужен сменщик. Потому что какого-то казахстанца я привел. А сам на Лыжино. Всевоспор. Но вернемся к матчу. После дубля Чеснокова был неприятный момент. Из-за травмы потеряли мы Багдада Каирова. У него возникли проблемы с приводящей мышцей. Рискует он пропустить матч со Словенией. Багдад последние три игры был в основе. Так что это реально потеря. Другая потеря это Лев Скворцов на самом деле. Вышел в Братачу первый раз сыграешь, что ли? Лев! Ты в Арестан? Или кто? Че не пас, то мимо? Хорошо, хоть я насчитал, знаешь че, интересную статистику. Скворцов больше держал мяч в руках, чем в ногах. Он аут, ты видел сколько бросил? Там 134 аута он бросал. Только он бросал. У него уже руки валили, братан. Я отвечаю, он так, ну можно не я? Они говорят, иди! Мусайдж может из Льва хочет Витчуса сделать? Что вот с такими руками, знаешь, как это, Папайна ходил. Не, Лев, я понимаю, да, молодой игрок. Может быть там полные трибуны, он что-то немного так, не знаю, прибздил. Ну, давай, Сибирич, ты умеешь, братан. Ты же Арестан. Вместе с Богданом Магомед Мусаевич поменял Марата Быстрого и Рамазана Оразова, которым ну никак нельзя было получать желтые карточки. Ну и, соответственно, уже Мусаевич посматривал в сторону Любляны. Нужно отдохнуть лидерам, да? Потому что и Рама, и Марат, естественно, наши лидеры. Без них реально стало очень тяжко у Марата. Хороший первый пас, а Рэм всегда создает напряжение и креатив. И вот здесь хочу заметить свое скромное мнение, да? Знаете, почему нельзя ругать Ади? Вот после матча слышал, что он сказал на пресс-конференции. Сказал то, что, типа, сыграли как сыграли. Ну, типа, это неплохо мы сыграли. Я здесь его понимаю, знаешь, почему? Потому что на самом деле у Мусаевича очень узкий выбор игроков, братан. Креативщиков у нас нету таких, как Уразов, как Батёка, как даже Тагаберген, да? Который в центре, когда ты можешь отдать в центр мяч, он примет, развернет, дальше атака. Мы через короткий пас пошли. И у нас вот ушли Уразов, ушел точнее один, нету Тагабергена, нету Батёки. И все, у нас только малый вот этот период. Так, так, потому что ты в центр сделаешь передачу, тебя обрежешь, тебя накроют там, и все, ты получаешь атаку. Мусаевич, готов я в тренерский штаб. Если я прав, моргни. Если не прав, можете без проблем написать в институте, вот, не слушайте, дурака несет хуйню какую-то. Потому что малый, это моя чисто моя задача была. Серега, шмаляй вперед! Шмаляй вперед, игра придет, да! Короче, ожидали мы 3-0, а получилось 2-1. Редкая атака с Сан-Марина закончилась голом. Историческое событие для них. Первые забили два матча подряд. Можно ругать нашу сборную, но вот в прошлом матче от Сан-Марина пропустила сама Дания. Да и выиграли датчане совсем скромно 2-1. Давайте порадуемся за Сан-Марина. Пацаны заслужили свое маленькое счастье. Для них этот гол такое же счастье, как для нас камбэк против Дании. У Сан-Марина там травму получил же вот Шал, Агашка 41-летний, Димайо. Ты видел же, он не смог. Потом там Нани, видимо, тоже получил травму нападающей. Если бы еще когда забивал вот этот защитник кудрявый, ему по лицу бы попали, тоже отключили бы его. То кризис бы в Сан-Марину случился, врата. Работать то будет! Футбол футболом, а завтра на завод надо идти. Тоже аккуратнее надо быть. И они еще-то видел, что-то прыгали же на наших. Да, я думал, е-е-е-е. А когда я Кемерлану и Абзала увидел, я думал, сейчас Казаша Тобелес чисто пойдет здесь. Тух-так-тух! В итоге Абзал было видно, что он помнит матч со Словенией, знаешь. Кэп все равно красавчик. После пропущенного гола мы совсем растерялись. Наш несыгранный состав свалился на игру забросами. Креатива явно не хватало. Не скажу, что не старались, просто очень тяжело играли в атаки. К старанию нет абсолютно никаких вопросов. Аба Имбетов всего себя оставил. Ну Аба, ну Рахмец, ага, ну ты машина. Мне очень понравилась настырность и Армана Кенесова, который, я думаю, может закрепиться в сборной в следующем цикле. Сегодня он заработал пенальти. Тут спасибо Вар и, кстати, кому? Херальду! Харальду, точнее. Хер-Харальд из Австрии. Ты заметил, почему судьи к нам как-то другое отношение у нас? С финнами как он увидел пенку? Как здесь он увидел? Пошел сам посмотрел, вот так, где это пенка железная? Что вы мне рассказываете там, санмаринцы? Пенальти реализовал Аббата Имбетов. Это девятый гол Абы за сборную ОН на четвертом месте в списке бомбардиров в истории сборной. Ну и видел критику в сторону Аббата. Чего с игры не забил санмарина? Вообще не согласен с критикой в сторону Абы. Не судите его по голам. Вот игра Аббата Имбетова. Магалин Трусаевич, снова послушайте меня. Сейчас все раскидает. Ну тяжело ему было. Ну как с тобой три за ща постоянно его бьют. Ты видел, сколько он фолов заработал на себе? Постоянно фол, фол, фол. Он постоянно без мяча. Мяч, конечно, легко говорить нападающий без голов. Но если тебе мяч не в ноги летит, а постоянно верхом, ну ты постоянно борешься. Там вот этот висит. Он может быть и какой-нибудь там сантехник. Но он же висит у тебя на спине. Это тяжело. И он тоже же не дрич какой-то. Это реально тяжело. Невозможно нападающему постоянно быть в работе и его оценивать по незабитым мячам. Потому что он тебе мяч не приходит. Он много черновой работы сделал. Аба. Машина. Еще стоит отметить, что Сан-Марина нас не сильно грузил впереди. Не было ни одного момента, чтобы счет 2-1 был под угрозой. Просто в такие минуты начинаешь думать о шальном ударе. Из-за этого такая нервозность и недосказанность от матча. Лично для меня главный итог этой встречи, что победа не была под угрозой. Да, пропустили. Да, сухарь было бы лучше. Но в целом сыграли на результат и с минимальными потерями закончили этот матч. Тут еще и стилистически нам неудобно. Мы привыкли больше на контратаках и прессинге. А здесь должны были сами первым номером играть 89 минут из 90. Поэтому не надо даже по нашей форме матча Сан-Марина судить, как мы подойдем к Словении. Там будет абсолютно совсем другая игра и другой состав. К счастью, в последнем туре мы полностью зависим только от себя и можем не оглядываться на параллельные матчи. Расклад такой. Побеждаем Словению, выходим на Евро. Ничья или поражение, пока не выходим на Евро. Будем ждать марта и стыков Лиги Наци. В Словении от нашей команды требуется геройство. Магомед Адеев перед Сан-Марина говорил, на Словению никого даже настраивать не надо. Я уверен, что Мусаевич найдет нужные слова, чтобы успокоить пацанов. Ночь на 21 ноября станет самым важным днем в истории казахстанского футбола. Думаю, никто спать не будет, не собирается. Будем народные гуляния. Матч Словения-Казахстан начнется в час 45. Перед этой игрой советую подписаться на инстаграм и телеграм спорта Шрёдингера. Будем следить за сборной до матча, а во время матча оперативно закинем голы и все важные моменты. Здесь на ютубчике тоже подписывайтесь, что старт по-братски. Обязательно будет выпуск по итогам матча со Словенией. Ну и на выходных будет еще выпуск не о футболе. Ну и еще мы сделали большой выпуск про Магомеда Адиева. Там очень много интересных историй и фактов о нашем тренере. Еще у нас был такой же интересный выпуск про Батёку Зайнудинова. Да, он не сыграет со Словенией, но его история вам точно понравится. Алга, Казахстан! Мы верим в чудо. Чудо обязательно случится. Мы уже тут просто обязаны с такой драматичной концовкой, да, с такими драматичными играми не получить самое заветное. Будет обидно. Парни, мы вас верим. Давайте, соберитесь со Словенией, мать жизни, выдайте. Можно выдать. Реально можно. Соберитесь. Мы будем топить. Мы будем поддерживать. Пока. Я вот эту группу смотрю, где Словакию, которую мы в Лиге Наций возили, да, рылом, дважды, она выходит на Евро, там, Португалия, Лихтенштейн, Словакия со второго места выходит напрямую. Почему нам такая группа, блядь, попадается? Почему так обидно? В той группе мы бы португальцев, вы его так... Э, с первого места уходи, с Лихтенштейном борись, Криштиану забивай, Лихтенштейн. Криш бы нам не забил, брата. Его бы, блядь, Марлочкин сказал бы, хух, ясное. Я охранник, никого не пропущу. Пока. Ну и еще, Достар, хочу огромнейший привет передать Нурдаулету, нашему подписчику. Он из Тараза. У него, он сказал, по-моему, четыре брата, ну все вместе. И все они смотрят наши выпуски. Он сегодня пришел, распечатал мою фотографию. Знаешь, как приятно было? Я такой, ё, я чё, Магомед Адиев, что ли? Я чё, Марлочкин, или я чё, Аббат Эймбетов? Короче, было приятно. Нурдаулет, тебе спасибо большое. Ну а вы, Достар, пишите в комментариях, с какого города будете болеть за нашу сборную в матче против Словении. На этом уже точно все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok